Все события персонажи вымышлены, любые совпадения с реальностью случайны. Едут. И помните, Гусмана убейте, но одного свидетеля оставьте, чтобы решили, будто это карахи. Давайте. Все вышли, руки вверх! КОНЕЦ 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 Хотел сдать меня, сволочь? До чего же ты докатился? Очень плохо, сеньор мэр. Получается, Карахи был прав. Это западня? Нет. Это не западня. Это печальный конец Мануэля Коста. Мануэля Коста. Сериал «Падре Карахе». Идея Адриана Суара. Сценарий Маркеса Карнивали и Марселы Герти. Режиссер «Падре Карахе». Режиссеры Мартин Сабан и Себастьян Пивотто. Режиссер «Падре Карахе». Режиссер «Падре Карахе». Режиссер «Падре Карахе». Идём, идём. И вы тоже. Убей меня, Клара. Прекрати. Убей меня, Клара. Я тебя не убью, нет? Закончи то, что начала. Прошу тебя. Вон отсюда. Арасио Коста, вон. Чтобы ноги твоей здесь больше не было. Понял? Ты обрекла меня, Клара. Обрекла на смерть. Арасио, прекрати. Ты обрекла меня. Всё уже позади. Он больше никогда сюда не придёт. Да? Мечи? С ними что-то случилось? Откуда мне знать? Я даже не знаю, где они. Я тоже не знаю. Нет, Мечи, не лги мне. Где они? Мизина, тебе этого лучше не знать. Прошу тебя. Господи, что ещё может со мной случиться? Это не честно, Мечи. Я всегда была на передовой ради карахи, ради священника. А теперь что? Я одна из толпы? Прошу тебя. У меня того и гляди, сердце выскочит. Я не могу сидеть и ждать, когда он появится. Прошу тебя. Я же его жена. Сжалься, Мечи. Ладно, так и быть, скажу. Но только обещай, что ни слова никому не скажешь. Это очень опасно, и тебя могут убить, да? Могила. Я тебя прошу, Мизина, это очень опасно. Пусти меня. Нет. Где они? В гробу узнаешь, Анита. Мало тебе того, что ты натворила. Не будьте идиотками, я всё равно узнаю. Их расстреляют. Сначала я выпущу тебе кишки. Откройте, Мерседес. Что за скандал? В чём дело? Меня чуть не избили. Дерьмо. Что вы сказали? Что тут происходит? Простите, сеньора, Анна шпионила за нами, и мы решили, что это вор, поэтому я ложь, а не сообщница Карахи и знают, где он. Я тебя убью! Прекратите, сеньора, хватит. Здесь вам не проходной двор, прошу вас уйти. Свистни, если что узнаешь. Какая наглость. Берегись, Анна. Пока, Мизина. Мерседес, и чтобы впредь никаких скандалов. Я согласилась вас принять, но я не обязана всё это терпеть. Так что ведите себя подобающим образом. Делайте, что хотите, сеньора. Это не я решила. Вас никто не заставляет оставаться здесь. Клинусь, я найду их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гузман, ты не можешь нас предать. Молчи, я сделаю всё, чтобы спасти тебя. Не будь лицемером, я видел, как ты хотел меня убить. Я лишь хотел напугать тебя, и всё. Я не думал тебя убивать. Такой же ты мерзавец. Мануэль, я тебя сдам, я не собираюсь расплачиваться за тебя и твоего сопливого понца. Заткнись. Идёмте, сеньоры. В полиции у вас будет предостаточно времени для дискуссии. Чавэто, убеди этого. Идёмте, сеньор. Инспектор, я буду просить губернатора, чтобы вас сместили с должности. Вы так полагаете, сеньор мэр? Да. Думаю, губернатор будет очень доволен, когда узнает о вашем деле. Садитесь. Меня так просто не возьмёшь. Ана, идём со мной. Минуточку. Чтобы никто не смел даже подходить к Мерседес, я не хочу повторения скандала. Она чуть не сказала, где прячется карахи. Не лезь в это дело, этим занимается полиция. В чём дело? Теперь, когда он станет отцом твоего внука, ты его защищаешь? Я не хочу об этом говорить. А зря, ведь твой внук будет незаконрождённым. Будь твоя воля, он вообще не родится. Ты что говоришь? Простите. Прости, Ана. Неужели ты не расскажешь о своём злодействии? Помолчи, Дарьо. Вы о чём? Ана напала на Клару со спицами в руках. Догадываетесь, с какой целью? Нет. Анита. Как ты могла? Не говори так, потому что я этого не делала. Я не могла бы погубить ребёнка. Но это не мешает мне добиться расстрела этого подлеца. Идём. Что мне делать, Дарьо? Синьора, не терзайте себя. Вы должны быть сильны и помочь Кларе. Не отворачивайтесь от неё. Дорогая, то, что результаты отрицательны, ещё ни о чём не говорит. Вполне нормально, что у тебя не получается сразу забеременеть. Надо набраться терпения. Вот увидишь, всё получится. Ты забеременеешь. Самый неожиданный для себя момент. А если после выкидыша я больше уже не смогу? Как Нора. Нет, дорогая, у Норы был совсем иной случай. Нора повредила матку. Ты не можешь забеременеть, как любая нормальная женщина. Для тебя сейчас главное успокоиться, потому что нервы могут навредить в такой ситуации. На тебя просто сильно подействовали все выходки Норы. Вы оба, оба должны успокоиться. Алло. Да, это он. Что? Да, да, он здесь, я передам. Что вы сказали? Да как можно быть такими лопухами? Что случилось? Твой отец арестован, Ано разбежало. Я еду в полицию. Будьте очень осторожны. Отведите их в кабинет, пока приводят в порядок камеру для сеньора мэра. Что? Вы посадите меня с ним? Успокойтесь, вы будете сидеть отдельно. Он хотел меня убить. Не распускай Нюни, слюнтяй. Твой сынок пошел весь в тебя. Мерзавец. Да будь ты проклят. Не смей поминать моего сына. Что, соскучился? Хочешь отправиться к нему? Только попробуй открыть рот. Я вырву твои глазищи, понял? Хватит, Коста. Хватит. Не усугубляйте ситуацию. Уведите их. Привет. Что случилось? Приходил Арасио. Как приходил? Да, он узнал о ребенке. Он был здесь? Да. Он ничего тебе не сделал? Нет, но он в ужасном состоянии. Я боюсь, что он что-нибудь сделает с собой. Ты в порядке? Да. А как у тебя дела? Его арестовали? Серьезно? Теперь Коста конец. Вот это да. Ты это сделал. Он арестован. Арестован. Это здорово. Вас тоже надо арестовать. Мама, что ты делаешь? То, что положено. Я сдам его полиции. Мама, убери пистолет. Тихо, Клара. Не двигайся. Я смирилась с тем, что у тебя будет ребенок, но ты никуда с ним не уйдешь. Элиса, послушайте меня. Опустите оружие. Опустите оружие, черт побери. Клара, не двигайся. Цельтесь в меня, Элиза. Цельтесь в меня, цельтесь и слушайте, что я скажу. Мы с Кларой не будем жить вне закона, потому что Коста арестован. Но вы все равно преступник. Мама! Клара, не двигайся. Мама, успокойся. Цельтесь в меня, только в меня. Мама, посмотри на меня. Он всегда нас защищал, всегда. Ты ничего не добьешься, если его посадят в тюрьму. Я без него умру. Цельтесь в меня, в меня. Спокойно. Мама. Клара, не продолжай. Посмотри на меня, мама. Опусти оружие, пожалуйста. Цельтесь в меня. Мамочка. Клара, девочка моя. Мне так страшно. Ничего не случится, мамочка. Все будет хорошо, успокойся. Я боюсь, Кларита. Все будет хорошо. Я боюсь. Спасибо. Спасибо. Предатель. Ты первым меня предал. Ищите, пока не найдете ее, слышали? Послушайте, она убила моего человека. Не кричите на меня, она всех убьет, если вы ее не найдете. А вот и твой обожатель. Вам, Мэс, отведите задержанного в камеру. Ее уже прибрали. Тебе тоже конец. Не надо поговорить с мэром. Пять минут наедине. Ладно. Выйди. Может, скажешь, что ты теперь отмочил? Фройлан. Ты должен мне помочь. Хименес подстроил мне западню с карахи и настраивает Гусмана против меня. Против нас. И если этот гад заговорит, то нам всем конец. Ты должен убить его. Я никого не буду убивать. Я уже говорил. Ты что, хочешь, чтобы мы все сгнили в тюрьме? Я ведь потяну тебя за собой, Фройлан. Ты единственный, кто может что-то сделать. Убей его, чтобы он не заговорил. У меня дома есть сильнейший яд. Найди его, он в ящике стола. Используй его, пожалуйста. Ты что, они же все поймут. Не бросай меня, Фройлан. Я рассчитываю на тебя, как никогда. Идемте, сеньор. Не губи меня. У меня дома есть сильнейший яд. Найди его, он в ящике стола. Используй его, пожалуйста. Доктор, это ваши сигареты? Нет. Наверное, Гусмана. Видно, он их забыл. Спасибо, а то он их просит. Я больше не могу, Габриэль. Клянусь тебе. У меня больше проблем, чем у капитана Титаника. Послушай, на мне Муда, Клара и столько всего остального. Я больше не могу. Серьезно. Пипа, послушай, что я тебе скажу. Я благодарен тебе за каждую секунду твоего терпения. Вот увидишь, скоро все кончится. Сегодня арестовали Коста. Правда? Да. А это значит, меня прекратят преследовать, и мы заживем нормальной жизнью. Значит, мама нас услышала. Ну что? Пока все хорошо. Они в полиции. Так их. Похоже, Гусман даст показания. Наша взяла. Рано радуешься. А что? Плохая новость. Нора сбежала. Она убила полицейского. Это кошмар. Габрель, эта психопатка опять явится сюда. Нет, нет, Пипо. Мы позаботимся, чтобы ее и близко здесь не было. Она не посмеет явиться, когда мы здесь. Верно, Санта? Да. Теперь надо добиться, чтобы Гусман дал показания. Мы должны все знать. Но мы не можем быть там во время дачи показаний. В том-то и проблема. Постой. У меня идея. Я добуду информацию. Пойду, все разузнаю, вернусь и сообщу вам. Нет, нет, Пипо, мне не нравится эта идея. Мы и так доставили тебе много проблем. Тогда Меча, Меча может помочь. В чем дело? Меча больше не в банде? Знаешь, давай я сам поговорю с ней. Ты пока к ней не ходи, пока она не хочет тебя видеть. Дай я попробую поговорить. Габриэль. Не пугай меня. Скажи, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Дом Аманды. Будьте добры. Слушаю. Минуточку. Это сеньора Арасио. Сказать ему, что вас нет? Нет, не надо. Спасибо, Изабель. Не за что. Арасио, что ты хочешь? У меня есть к тебе один вопрос. И минимум, что ты можешь сделать, это ответить на него. Все пьешь, ложишь спать. Не вешай трубку. Не вешай. Всегда, когда ты была со мной, ты страдала из-за того, что не могла быть с Карахи. Ты постоянно думала о нем, да? Я вешаю трубку, Арасио. А когда ты сказала «да» перед алтарем, ты тоже думала о нем? Да. Нам лучше не продолжать этот разговор. И в постели ты тоже думала о нем, да? Ты никогда не была со мной искренней. Никогда. Я хотел стать отцом твоего ребенка. Хватит, Арасио, хватит. Прошу тебя, прекрати меня мучить. Я знаю ответ. Дрянь, дрянь, дрянь. Где они? Отвечай. Я ничего тебе не скажу. Тебе нет ни капли достоинства. Как ты можешь защищать его после того, что он тебе сделал? Он использовал тебя ради удовольствия, а потом сделал ребенка Кларе. Ана, убери нож. Я не хочу тебя ранить. Убери, пожалуйста. А я хочу. Ты что делаешь, ненормальная? Пусти меня. Вон отсюда, живо! Я звоню в полицию. Не напрягайся, я на минуту. Уходи, Санта, оставь меня, пожалуйста. Зачем ты пришел? Мячи-то нужна нам. Да пойми же, я не с вами, я больше не в банде. Разбирайтесь сами. Не получается. Коста арестован. Теоретически Гусман хочет дать против него показания. Ты нужна нам. Хочешь, чтобы я шпионила? Да, мы же не можем пойти в полицию. Нам нельзя там показываться. Мячи, послушай, дай бог, сегодня все закончится. Я сделаю это в последний раз. И только ради тебя, а не ради него. Сделаю вид, что поверил. Это правда. А теперь уходи. Уходи, пока не передумала, и будь осторожна. Дарьо! Дарьо! Фройлан, Хименас подстроил мне западню с карахи и настраивает Гусман против меня. Против нас. И если этот гад заговорит, то нам всем конец. Ты должен... Ты обязан убить его. У меня дома есть сильнейший яд. Найди его. Он в ящике стола. Используй его, пожалуйста. Продолжение следует... Ты простит меня, Бог, Мануэль. Продолжение следует... Продолжение следует... Иди сюда, гадина. Нарита. Спокойно. Спокойно, Мирта. Я ничего тебе не сделаю. Ты очень кстати мне подвернулась. Спокойно, дорогая, спокойно. Что я должна сделать? Что? Попроси соединить с Коста. Будьте добры, соедините меня с домом Коста. Попроси Лаутаро. Здравствуйте. Могу я поговорить с сеньором Лаутаро? За ним пошли. Хорошо, хорошо. Когда подойдет, скажи, что его хочет видеть доктор Фуанса. Пусть он срочно придет сюда, потому что ему надо... С ним надо поговорить насчет анализа Флурдес. Только чтобы он ничего ей не говорил, ясно? Знаешь, ты такая красивая. Нет, я говорю правду. Сегодня ты была похожа на ангела. Послушай, в конце недели к нам приезжает оркестр из Буэнос-Айреса. Он будет играть в Лас-Лилас. Хочешь пойти? Нет. Скажи маме, это ненадолго. В десять вечера ты уже будешь дома. Ну, хорошо, в полдесятого, в полдесятого. Мне нужен телефон, Дарьо. Послушай, я вынужден заканчивать разговор. Встретимся завтра на том же месте. Да, и еще скажи маме, что я не кусаюсь. Целую. Чао. Оказывается, в служебное время сеньора использует телефон в своих личных целях. В чем дело, Анна? В чем дело? Ты ревнуешь? Меня не интересует твоя личная жизнь. Что же ты так завелась? Я не завелась, но я требую, чтобы ты проявлял ко мне уважение. Верно. Между нами действительно никогда ничего не было. Вот именно. Ты всегда была влюблена в Падро, то есть в Падро Карахи или Габриэля Хауреги. Называй его как хочешь. Хватит, Дарьо. Я тебя предупреждаю. Знаешь, что происходит, Анна? Ты не можешь перенести, когда на тебя перестают обращать внимание. И к чему это приводит? В итоге ты причиняешь зло людям. Вспомни Марсию. Сюда, доктор. Сюда. Только прошу вас ненадолго. Если Хименас узнает, то устроит мне взбучку. Я ненадолго, Эскобар. Не беспокойтесь. Для такого типа, как ты, это просто наглость. Как ты посмел явиться сюда после того, что сделал с моим сыном и со мной? Я пришел не для того, чтобы ссориться, Гусман. А для чего тогда? Выполнить приказ Коста? Пришел угрожать мне? Напрасная трата времени. Мануэль не посылал меня, я сам пришел. В чем дело? Боишься закончить свою жизнь в этой поганой тюрьме, как и он? Послушай, Гусман. Если ты дашь мне слово, то я могу поговорить с Мануэлем и убедить его, ничего тебе не делать. Ты за кого меня принимаешь? За кого? Я отлично знаю, что он все равно убьет меня. Я стал слишком опасен для него. Можно? Можно? Да, бери. Моя игра окончена. Но один я тонуть не стану. Я утяну вас с собой. Значит, переубедить тебя невозможно? Нет. Как угодно. Как угодно. Это твоя жизнь. Понце, желаю тебе сгнить в тюрьме, где тараканы и крысы будут твоей единственной компанией. А когда захочешь заснуть, с тобой всегда будет лежать рядом труп моего сына Понце. Ты покойник. В чем дело? Что тебе надо? Я ищу Лаутара. Не видел его? Нет, не видел. Уходи. Уходи отсюда. Уйди. Не мне говорить, но ты слишком много пьешь. Я хочу, чтобы мне было плохо. Я понимаю, что ты чувствуешь. Ты ничего не понимаешь. Но мне не нужно твое утешение. Ничего не нужно. Уйди. Я хочу помочь тебе. Уходи. Иди отсюда к чёрту. Мирта, Мирта, где Понце? Доктор сейчас с пациентом. Подожди, он скоро освободится. Тебе что-нибудь известно об анализах Нены? Дождись лучше доктора. Что происходит? Что происходит? Инспектор. Пишите следующее. Число 18 ноября 1952 года. Город Ла Круз. Вызванный мной Энрикки Абелардо Гусман находится в здравом уме и памяти и согласен дать показания. Дать воды? Что с вами, Гусман? Гусман. Гусман! Дайте я расстегну ворот. Что с вами? Спокойно, спокойно, Гусман. Что с ним? Воды, скорей! Ключи, снимите с него наручники. Наручники! Гусман, спокойно! Спокойно! Помогите поднять его. Сейчас. Сейчас. Он стал задыхаться и вдруг умер ни с того, ни с сего. Ясно, как божий день, что его отравили. Его отравил Коста. Нам его не одолеть, поймите же это, наконец. Это ты пойми, Меча, так не может больше продолжаться. Мы столько боролись, чтобы дожить до этого дня. Сколько людей мы потеряли, сколько их погибло. Мы не можем теперь опускать руки Меча. Послушай, иного выхода нет. Его надо убить. Нет, мы не будем убивать. Я не хочу бежать из Лакруз, как убийца. И вы тоже. Коста неприкосновенен. Мы живы только потому, что нам просто повезло. Но везению настал конец. Хватит. Не хватит. Чего нам еще ждать? Что он убьет Клару? Хватит. Одно ясно. Клара должна уехать из Лакруз. Клара не послушает тебя, она упрямая. Знаю, я уже сказал ей, и она рассердилась. Это потому, что Клара ничего не боится. Не говори так. Ладно. Послушай, что я тебе скажу. Санто. Ей ясно сказал, что здесь все решаю я. А она послала меня к черту. Ну так скажи еще раз. Возьми ее за руку, сзади на стул и поговори. Только спокойно. Спокойно. Поговори с ней. Иного выхода нет. Поговори. Карахи. Эти женщины просто неуправляемые. Ах, эти женщины. Что такое? Неужели злость уже прошла? Просто в кабинете торчит эта психопатка, мне не выйти. Отсюда ты тоже не выйдешь, там идет месса. Я и не думала. Тебя отсюда не выйти, или ты хочешь, чтобы нас схватили? Меча! Ах, черт. Карахи прав, женщины неуправляемы. Проходите. Пять минут, не больше. Какая несправедливость. Уличные бандиты и такой уважаемый человек за одной решеткой. Вы не представляете, как мне не хватает вашего голоса. Не переживай, Тетэ. Этим болванам скоро придется отпустить меня на свободу. А пока вы один не останетесь, я буду навещать вас каждый день по три раза. Моя верная, Тетэ. Если бы вы знали, как мне приятно это слышать. Тетэ, ты должна проявить особое внимание ко всем звонкам, выходящим отсюда. Особенно, когда звонит Хименес. Держи меня в курсе. Да, сеньор, разумеется. Можете не сомневаться. А пока, поскольку вам пришлось собираться в спешке, я принесла вам вот это. Я сделала это своими руками. Не знаю. Что вы делаете, сеньора? Сеньорита. Преступникам запрещено что-либо приносить. Преступникам? Как вы смеете так называть самого великодушного человека в Лакросс? К тому же, этот скандал и яйца выеденного не стоит. Если бы его кормили лучше, я бы ничего не приносила. Слава богу, вы его не ели, сеньор. Чебетта! Да, инспектор? Я могу вас за это арестовать. Уведите отсюда эту сеньориту. Нет, посадите меня к нему. Уведите ее! Ему так одиноко. Идемте. Если что нужно, то можете во всем на меня положиться. Если вы думаете, что это игра Коста, то ошибаетесь. Вам придется ответить за смерть Гусмана. Инспектор, вы отлично знаете, что я отсюда не выходил. В чем дело? Харахи убил единственного свидетеля, с чьей помощью вы могли меня засадить? Значит, вы должны выпустить меня на свободу. Это вы его убили. И уверяю, что в этом вы мне еще раз пишетесь. Со мной шутки плохи. Норита, Нора, умоляю тебя, не делай нам ничего плохого. Пожалуйста. Нет, Мирта. Дорогая, успокойся. Ты уйдешь, целая и невредимая, если будешь вести себя хорошо. Нора, что ты надумала? Что ты делаешь? Отпусти меня, или я тебя убью. Ведьма! Спокойно, дорогой. Не угрожай мне, а то я могу забыть про анестезию. Осторожно. Что ты надумала, Нора, что ты надумала? Я избавлю тебя от мучений. Я позабочусь, чтобы у вас, Лордес, не было ребенка. Смотри, я перережу эти два канальца, и дело с концом, раз и навсегда. Нора, ты с ума сошла, ненормальная! Мирта, помоги мне, Мирта. Мирта, сними меня отсюда, Мирта. Прошу тебя. Мирта, усыпляй его, усыпляй. Он мне надоел. Гадина, я тебя убью! Мирта, нет. Мирта, послушай, ты должна меня спасти. Нет, Мирта, не надо, нет. Спи, мой мальчик, сладко-сладко. Бери скальпель и оперируй. Нет, я не знаю, как это делается. Мирта, это совсем не сложно. Смотри в книгу, здесь все написано. Я не хирург, я могу изувечить его. Это я тебя изувечу, если не сделаешь то, о чем я говорю. Бери скальпель. Меча, туда нельзя, ты лезешь в логово к волку. Волку уже поймали, так что оставь меня. Меча, не будь такой упрямый. Дай помогу. Видел, как все просто. Еще один труп. Он жив. Похоже, он вылокал воду даже из-под цветов. Арасио! Меча, ты что делаешь? Оставь его. Я не брошу его. Он много сделал для меня. Много? Он же Коста, Меча. Мне все равно. Бежим, пока сюда не вошли. Иди один. Он приходит в себя. Арасио! Брось! Очнись! Мерседес, что ты тут делаешь? Откуда ты тут? Я беспокоилась от тебя. Зачем ты это делаешь? Зачем? Не стоит. Он тоже того не стоит. Но ты готова умереть за него? Или я ошибаюсь? В чем мы с тобой неправы? Нельзя кончать жизнь из-за любви. Мы доказательство того, что можно. Как еще мне тебе объяснить? Здесь я не могу обезопасить тебя, Клара. Поэтому я хочу, чтобы ты уехала из Лакруса. Если я что-то говорю, то это должно исполняться, иначе не будет никакого порядка. Бога ради. Бога ради. Пойми же. Ничего с нами не случится. Уже нет. Клара. Нет. Я боюсь, что с тобой что-то случится. Карахи. С вами обоими. Я просто умру. Ничего не случится. Наше место рядом с тобой. Я не хочу, чтобы мой ребенок рос без отца. Пойми это. Это твое последнее слово? Разумеется. Как я могу тебе отказать, Клара? Я так тебя люблю. Так люблю. Я тоже. Я тоже. Я очень тебя люблю. Как все это сложно. Мы очистим город от скверны и подарим ему мир. Конечно. И дадим достойную жизнь нашим детям. Обязательно. Мы сделаем это. Конечно. Обязательно. Конечно. Но кое-чего не хватает. Что такое? Я кое-что тебе не сказал. Клара Гирико. Ты выйдешь за меня замуж. Фильм озвучен компанией «Интракоммуникейшнс». 2005 год. «Ты просто не знали?» Шучкой alegра. «'Бол». «Полня pretty». «玩 это» «Бол embar刻ь» «Бол...» Субтитры создавал DimaTorzok